Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну, наверное, звук очень слабый, потому что здесь много шумов, но, видите, великолепные, великолепные пейзажи. Да, вот здесь созерцать и созерцать. Созерцать горизонт, созерцать горы, созерцать вот эти вот покрытые прекрасными растениями горы. Все, что нужно. Море, горы, морской воздух, красота. Что нужно для счастливой жизни человеку? Ну, наверное, еще и общение, и гармония в душе. И, конечно, в таких прекрасных местах легко, легко достигать таких состояний, высоких состояний духа. Поэтому мы всегда стремимся от плохого к хорошему, от дисгармонии каких-то бетонных коробок. Вот, к примеру, смотрите, внизу здесь такое вот произведение человеческого дизайна. Тоже, наверное, дорогущий дом, там стеклянная крыша, какие-то, видите, угловатые кадры. И рядом, посмотрите, гармония, вот просто гора, гора Осипи. Да, вот, вот что красивее. Человеческий, так сказать, дизайн или дизайн природы. Человеческий дизайн, да, можно, конечно, восхититься, сказать. Стеклянная крыша там, вообще великолепный дом на берегу моря. А природа, да, вот на природе всегда глаз отдыхает и радуется. Природа всегда гармоничнее. Любых дворцов, да, вот какие бы они ни были, там, с золотыми фонтанами, со статуями, все равно гармония природы, гармония хаоса всегда лучше гармонии и порядка. Гармония порядка утомляет, гармония порядка истощает. Гармония хаоса, на ней отдыхает душа. Ну да, тоже, тоже и в этом, друзья мои. Сумеет ли человек когда-нибудь приблизиться к гармонии природы? Мне кажется, вряд ли. Все время вечная, вечная борьба, да, плюс-минус порядок и хаос. К чему вы ближе, к порядку или к хаосу, драгоценные мои? К разуме или к душе? Я тяготею к душе, конечно. Ну, а вы? Ладно, драгоценные мои друзья, множество дел сегодня. Тут нам не до отдыха, а решил просто поговорить о гармонии. И, опять же, вся та же вечная тема. Добро и зло, гармония, хаос и порядок. Кто победит? Принцы Амбера или духи хаоса? Всегда так было. Да, друзья мои, пока, счастливо. Продолжение следует...